Утреннее чистое небо обещало уже привычную жару, и пришлось лишний раз задуматься о том, чтобы перенести пробежку на более раннее время. Кристина поправила кепку, проверила крепление маленького плеера на поясе спортивных бриджей и огляделась. Излюбленная ею часть парка, как обычно, была пуста и дарила долгожданное уединение. Девушка улыбнулась своим мыслям и побежала по дороге, разрисованные бликами солнечных лучей, пробивавшихся сквозь новенькую блестящую листву. День сегодня особенный, тихий такой, как и эта дорога, которая пролегала вдоль небольшого озера. Можно не просчитывать каждый шаг, а расслабиться и просто бежать. Планы на выходной были, как обычно, незатейливы. Выспаться как следует. Вчерашняя смена порядком вымотала. Одно из самых распространенных заблуждений клиентов, вроде господина Шепельского. Они считают, что если платят деньги, то им ни в чем не будет отказа. Порой довольно трудно бывает объяснить подобным людям невозможность данных действий. Кристина пробежала мимо потемневших кованых скамеек. На одной из них разлегся рыжий кот, нагло подставляя солнцу пушистый живот. Девушка не удержалась и притормозила на дороге. Прекрасная видя, как зверь поглядывает на нее одним приоткрытым зеленым глазом, Кристина склонилась и провела по его животу ладонью. Мягкая теплая шерсть была чудесной на ощупь. Но как только когтистая ловушка сработала, девушка отдернула руку и усмехнулась. Она поправила маленькие наушники и подмигнула расстроенному коту. «Со мной этот номер не пройдет. Извини». Кристина продолжила пробежку, делая еще один большой круг по привычному для нее маршруту. Затем она вернулась к высоким открытым воротам, которые гостеприимно встречали посетители парка. Скоро здесь появится множество молодых мамочек с колясками и пожилых пар, желающих отдохнуть на природе. Найдутся и те, кто притянется с бутылкой, несмотря на утреннее время, но по-своему также наслаждаясь новым днем. Кристина пробежала под каменной аркой, покидая парк. Знакомый шум города окутал, оставляя полчаса тишины и уединения за спиной. Девушка остановилась на перекрестке, ожидая, пока загорится зеленый свет. Она сняла кепку, позволяя свежему ветру остудить лицо. Он подхватил несколько каштановых прядей, которые не удержались в собранной хвост прически, мягко касаясь ими щеки девушки. Кристина уже собралась идти, когда зазвонивший в кармане Бриджи телефон вынудил остановиться. Девушка вытащила мобильник и улыбнулась, глядя на экран. «Надо лучше прятаться, Ремнева». Она приняла вызов и поднесла телефон к уху. «Сейчас шесть утра, Вер». «Значит, ты осознаешь, на какие жертвы мне приходится идти ради тебя?» Сонно раздевалась подруга. «Я тебя знаю». «Акта»